Забота, внимание, помощь. Поддержка тех, кому сегодня трудно. Защита здесь. Социальная программа. Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии. Конкурс-фестиваль «Успешная семья при Волжье-2015» открыла добрая песня о семье и ее ценности для каждого живущего на земле человека. Выступление сразу задало тон мероприятию. Улыбки на лицах настроены победу и только позитивные эмоции. Удачи всем участникам пожелал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Наш фестиваль третий. И Оренбуржию доверено его провести. И это высокое доверие, которое оказал нам полномочный представитель президента Михаил Викторович Бабич, руководство округа. И я бы хотел сказать, что наш фестиваль войдет в историю фестиваля. Историческим этот конкурс губернатор назвал, потому что председателем жюри стала легендарная личность. Первая в мире женщина-космонавт – заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы Федерального собрания России генерал-майор Валентина Терешкова. Вместе с председателем комиссии по вопросам депутатской этики Виктором Заварзиным Валентина Владимировна посетила образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна». Для меня, конечно, огромная честь не только стоять на этой сцене, встречаться с вами, но и возглавлять такое компетентное жюри. Я думаю, что каждый из нас может вам сказать, что мы будем объективны. Если кто-то и считает, что выходить на сцену первыми всегда сложно, но только не семья Юриных из Республики Башкортостан. Они по-настоящему зажгли зал, за что и получили приз зрительских симпатий и диплом в номинации «Интернациональная семья». Ты сам нарвался, была не против, и в этом наши нет вины. Да пусть вы сами на нашем месте, вы поступили бы так, как и мы. Мои родители забавные. Правда-правда. Бывают такие люди, с которыми весело везде. Они такие. Это невероятный конкурс и по накалу страстей, и по составу семей, и по членам жюри, которые сейчас сидят. Это просто невероятно. Для нас большая честь выступать перед Валентиной Черешковой. Это наше детство. На ее имени мы выросли. Это очень здорово. Организация великолепная. За нами ощущение, что мы ничего не успеваем даже подумать, сделать, а уже организаторы все за нас продумали, все сделали. У меня жена молодец. Она у меня красавица. То есть многие из моментов организационных, которые надо было, и сценарий сочинять и так далее. То есть на фоне совета. Миша, я придумала вот это. Нравится? Я говорю, гуль клево. Или вот здесь вот не так. Конкурсанты выходили один за другим. Номера разные, но идея одна. Многодетная семья – дружная семья. Я думаю, это старт хороший в нашей стране в целом, и в Оренбурге в частности, потому что семье сегодня уделяется очень и очень большое внимание. Я благодарен то, что губернатор нашей области уделяет огромное внимание положению и состоянию наших семей. И по жилью, и по социальным выплатам. Особенно многодетные семьи где. Многодетные семьи – это очень важно. Об этом говорили и другие почетные гости фестиваля, которые с удовольствием наблюдали за праздником. Его масштабы впечатляют. Уже в фойе Дворца культуры и спорта «Газовик» каждый мог найти то, что ему интересно – посмотреть выставки, послушать музыку, поучаствовать в мастер-классах. Особенным моментом фестиваля стало гашение почтовой карточки, в котором принимал участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алсуга Инуддинова. Конкурс. Большое спасибо за поддержку губернатору Юрию Александровичу Бергу, который оказал неоценимую поддержку в организации и в реализации данного конкурса. И в принципе с каждым годом конкурс становится планкой, которую задает каждый регион. Она с каждым годом берется выше, выше, выше. И это здорово. Участники конкурса Приволжского федерального округа 2015 с удовольствием общались с победителями аналогичного конкурса прошлого года. Это семья Кожеватовых из Орска. Благодаря им фестиваль проходит именно в нашем регионе. У нас очень, я считаю, почетное право принимать гостей в фестивале, потому что наша семья в прошлом году была победителем, и нам такое вот делегировали право. И я считаю, что следующий субъект, который подхватит эту эстафету, также очень много приложит к этому сил, усилий, чтобы для наших многодетных семей, для самых лучших, самых счастливых семей организовать такой большой праздник. Такие праздники необходимы. В рамках наших областных мероприятий мы проводим и конкурсы, и фестивали, и женщины Оренбуржьи, и День матери. То есть семья имеет очень такой высокий, я бы сказала, статус, и это нужно развивать, укреплять, поднимать. Выбрать лучших среди такого великолепия представителям жюри было сложно, поэтому без подарков не остался никто. Родительская слава, трудовая династия, семейное дело, наследники Великой Победы – лишь часть титулов, которые получили участники. Кроме того, были учреждены две специальные премии для Ильиных и Чувашии, Иланских и Саратовской области. Семья Косенко из Оренбурга отмечена в номинации «Грани творчества». Детей как-то взбадривает все вот эти вот приготовления, все вот эти репетиции. Конечно, были сложности свои, потому что сейчас выпускные экзамены у нас, все это, накладки такие были. Ну, тем не менее, мы все преодолели и вышли на сцену. Мы не упадем, если будем такой же большой, и дружной семьей держаться друг к другу. Все готовились, все с такой душой выступали. Особенно радовали дети, которых просто даже оценки дать трудно, потому что это дети. Обладательницей памятных часов от Государственной Думы стала семья Макаровых из Пермского края. Еще один специальный приз Виктор Заварзин вручил главе семьи Черниковых из Мариел. Нам предложили поучаствовать в конкурсе, и мы согласились представить свою семью. Есть такой шанс показать, какие мы красивые, хорошие. Организация очень качественная, очень красивая сцена, весь праздник очень торжественный. Мы вообще в восторге, нам очень интересно, нам очень нравится здесь. Каждый выход на сцену – маленький спектакль. Зрителям было интересно наблюдать за ходом соревнований. Для этого нас Господь и сотворил, чтобы человек жил счастливо на земле, чтобы каждый смог найти свою вторую половинку и сделать ее счастливой. Так пусть это будет у всех. Семья Евстигнеевых из Ульяновска заняла почетное третье место. На одну ступеньку выше поднялись Шумкин из Мордовии. Остаться дружным и сохранить самые теплые отношения в семье помогает любимый инструмент – гармонь. Оно передается из поколения в поколение. Это наше богатство. Мы это богатство сохранили и передали детям. Позитив нам помогает выйти в люди, выйти на эти все выступления. Первое место по праву занимает семья Макаровых, Пермский край. Наша семья очень дружная. Мы стараемся все дела делать вместе. Вместе отдыхаем, вместе работаем, вместе занимаемся спортом. Нам очень здесь нравится. Все отлично. Очень теплый, радушный прием. Все продумано и в плане проживания, питания и проведения мероприятий нам очень нравится. И мы рады, что нам выпала такая честь от Пермского края здесь присутствовать. Ничего сложного, так как это семья. Мы друг друга понимаем и всегда друг друга поддерживаем. Поможем в сложной ситуации. Поэтому готовиться не так уж сложно, когда все счастливые. Благодаря семье Макаровых на следующий год фестиваль «Успешная семья Приволжей-2016» будет проходить в Пермском крае. Там снова соберутся самые активные, энергично, успешные семьи Приволжского федерального округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова